13.05 в Кирове на студии НФМ программы интервью. Меня зовут Юлия Афанасьева и напротив меня сегодня сидит лидер группы Торбо на Круче Макс Иванов. Добрый день. Всем здравствуйте. У нас сегодня на самом деле необычная программа и необычный формат интервью, потому что сегодня у вас, уважаемые слушатели, будет возможность задать вопросы нашему гостю по телефону. По номеру 211-101 я призываю звонить вас во второй части нашей программы после рекламы и вы сможете лично пообщаться с Максом. Также мы сегодня будем разыгрывать два билета на концерт группы Торбо на Круче, который состоится завтра в Гауди Холл в 19.00. Приходите, а если вы вдруг еще не успели купить билеты, то у вас будет сегодня возможность выиграть. Из рук самого Макса Иванова он вам задаст вопрос во второй части программы и тот, кто дозвонится и правильно ответит, пойдет на концерт Торбо на Круче. Ура! Да, ура! Итак, я предлагаю начать и начнем мы. Давайте с вопросов с нашего сайта эхакирова.ру. В разделе анонсы есть три вопроса. Первый вопрос от Марии. Максим, как вы считаете, что важнее для музыканта, критика или похвала? Имеется в виду конструктивная критика. Что лучше лично для вас? И назовите, пожалуйста, книгу из прочитанных вами, которая произвела впечатление или просто понравилась. Спасибо вам за вашу музыку, она прекрасна. Опа, спасибо. Сразу три вопроса в одном. Два вопроса и один комментарий. Что важнее, критика или похвала конструктивная, да? Дело в том, что и то, и другое очень важно. Необходимо крайне любому человеку, особенно творческому, и выбрать, что важнее. На каждом этапе его внутреннего, так сказать, состояния что-то может быть важнее, а на другой день буквально нужно не критиковать, а хвалить. Хорошо, на данном этапе. Вы имеете в виду конкретно взятого музыканта? Ну, это тоже смотря за что. Если это касается творчества, то надо рассматривать какой-то конкретный элемент этого творчества. Либо я спел какую-то песню, либо я написал песню и показываю ее. И если я совершенно не уверен, что она хорошая, а в ней есть какое-то интересное, важное, красивое, нужное зерно для исполнения, конечно, нужно похвалить. И, может быть, конструктивно, опять же сказать, ну, здесь так-то и так-то можно чуть-чуть изменить. Но это крутая песня, Макса отлично. Но это я так, грубо говоря, очень... Хорошо, Данила, критиковать аккуратно. Давайте дальше. Где можно тебя встретить на улице в Кирове? Будешь ли где-нибудь гулять? Это с Екатериной вопрос. Ну, тут я ничего не могу сказать конкретно, точно. Потому что в дни расписано очень много важных встреч с моими родными, близкими людьми. И поэтому прогулки не запланированы, но спонтанно они могут случиться. Так что все в руках. Так, хорошо. Еще один вопрос от Ольги. Когда мы дождемся билетов на концерт-турбу за 150-200 рублей, в столицах такие акции уже бывают. А у нас? Вы знаете, это политика клуба исключительно питерского, либо московского, либо какого-нибудь еще. То есть место, где проводится концерт. Организаторы этого мероприятия устанавливают цены на билет. То, что происходят такие вещи в Питере и в Москве, говорит о том, что организаторы в этих клубах, они понимают смысл такой ценовой политики и зарабатывают и количеством людей. Ну, то есть, если билет дешевый и набирается там по полторы-две тысячи человек... Но это, наверное, еще зависит от вместимости клуба, правильно? Конечно, конечно. Плюс от того, как они еще могут, собственно, для себя финансово оправдывать мероприятия. Там они продают всяческие напитки в больших количествах и тем самым тоже прекрасно реабилитируют свое финансовое состояние. Но у Турбы на Круче всегда гонорар один и тот же. Без разницы, сколько стоит входной билет. Ну, нельзя так говорить один и тот же во всех городах. То есть это все равно каждый город говорится отдельно. Бывают благотворительные концерты. То есть есть у нас директор, администратор Лиза Уточкина. Все вопросы по этому поводу к ней конфиденциально. Хорошо. У нас еще несколько вопросов на сайте. Но, наверное, я их задам во второй части программы. Потому что еще очень хочется поговорить с Максом Ивановым. Лидером группы Турба на Круче о его новом сольном проекте «Иваново детство». Расскажите, что это и зачем вам нужен новый сольный проект? Зачем он нужен? Для того, чтобы песни, которые уже написаны и которые продолжают писаться, и которых много, чтобы они получали свою жизнь, свою реализацию, свое настоящее воплощение полноценное. Потому что пишу я песни в основном под гитару, а, конечно, их слышу в полной аранжировке, некоторые даже в оркестровке, ну, большим количеством инструментов. Как минимум в рок-сопровождении точно, ну, классический. То есть гитара, бас-гитара, барабаны, клавиши, скрипки, все, что у нас используется в аранжировке, то как минимум должно быть обрамлять эти песни. А этого не происходит, потому что мы с ребятами из группы Травнокруче выбираем часть композиции, которая всем интереснее на каком-то этапе времени. А остальные, собственно, я просто, ну, пою под гитару на акустический концерт. Так вот, чтобы это было не просто под гитару, а, так сказать, красиво и полноценно, для этого я затеял проект, который называется «Иваново детство». И сейчас, кстати, в разгаре как раз краудфандинговая кампания по совместному продюсированию первого альбома этого проекта «Иваново детство». И там можно даже принять участие в голосовании и выборе песен. Да, для тех, кто не знает, я скажу, что на портале планета.ру как раз идет сбор денег. На этот сольный проект каждый может стать акционером, каждый может для себя что-то выбрать, да, что приобрести, и могут люди выбрать песню. Сколько песен сейчас в голосовании? Ох, в голосовании сейчас более 80 песен, да. И лидеры? Лидеры есть, естественно, я этот вопрос отслеживаю, и, в принципе, уже мы начали с ребятами репетиционный процесс, и ряд песен, которые уже войдут в альбом, они вот в процессе репетиции и аранжировки сейчас находятся. Очень интересно, очень здорово, и я очень себя хорошо, классно чувствую на этих репетициях, потому что понимаю, что это проект мой личный, мои личные ответственности за результаты, поэтому я диктую полностью. Если мне что-то не нравится, мы отбрасываем это, потом можем вернуться. Ну, то есть я слушаю себя, и уже споры все внутри меня, собственно, происходят. А так, либо я могу воспользоваться чьим-то советом, либо нет, но уже в этом плане мне проще и интереснее, потому что я полноценно могу понять сам, чего же я хочу от конкретной песни. Все-таки в группе это результат работы пятерых человек. Обсуждение, да? Иногда споров, иногда несогласия, ну, по понятным причинам, потому что все видят немножко иначе, и нужно найти какой-то компромисс в звучании той или иной песни. А в этом плане, когда Иваново детство, компромисс со мной искать не нужно. А я знаю, что у вас есть акционеры, назовем так, из Австралии, из Швеции, из Латвии, из Украины, из Австрии есть акционеры. Да, Америка, Канада, охват широк. Какие комментарии вам люди пишут? Ну, на самом деле... Какие пожелания, может быть, к новому альбому? Да были всякие смешные. Макс, да все равно какая песня, лишь бы скрипки побольше, или там фальцета побольше. Ну, то есть какие-то есть любимые фишечки у слушателей, которые могут быть в аранжировках или там в песнях, в голосовых партиях, они это высказывают. Но на самом деле, в основном, конечно, это благодарность и поддержка такая какая-то человеческая. Очень круто, что это есть, это помогает. Ну, то есть это все приятно и правильный такой стимул, конечно, для меня. Я напомню, что это интервью Макса Иванова, лидера группы «Торбо на круче». Макс, а почему вы вообще выбрали для себя краудфандинг? Почему такой способ финансирования проекта? Ну, на самом деле, я долго сопротивлялся этому, потому что мне казалось, что это какое-то, ну, попрошайничество, что ли, дайте денег, у нас не хватает, нам надо записать. Но и меня очень долго убеждали в том, что это совершенно не так, что это вообще общая мировая практика, и люди же, это в том-то и дело, что важно понять, что это не дайте денег, а наоборот, давайте вместе это придумаем. А в чем кайф человеку, что он слушатель, я имею в виду, что он участник краудфандинга, что он покупает это? То есть он просто оказывает кредит доверия человеку, покупая автору, покупая у него продукт, который еще не вышел. То есть я настолько в тебе уверен, брат, что давай я у тебя альбом куплю, не просто дам тебе денег, это не спонсорство голое, хотя много людей, конечно, участвуют в, просто вкладывают свои деньги, там есть лот такой, сумма без... Генеральный спонсор, по-моему, он называется этот лот, нет? Нет, нет, я сейчас не об этом. Аккустическую гитару у вас купили? Да, да, это купили. Я имею в виду, что сумма без награды есть, такое, что человеку вроде ничего не надо, не хочет ни пластинку, ни футболку, ни... Ни урок игры на гитаре? Да, 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 ни то, ни сё, а просто хочет вложиться в этот проект. Ну, то есть такая спонсорская поддержка получается. Такие тоже люди есть, спасибо всем, на самом деле, за участие. А есть просто генеральный продюсер, например, тоже там три лота, что ли, таких есть, а это круто очень у нас выручили, конечно, эти люди, в своем участии в краудфандинге предыдущего альбома группы Торгана Круч. Вот, собственно, поскольку этот проект был очень удачный и правильно воплощен, так сказать, я пошел по этой же проторенной тропе. Ну, то есть это не первый ужин? Второй. Второй. Да. А я вчера смотрела, сколько денег вы собрали. На данный момент, на вчерашний вечер, было 418 700, учитывая, что проект стартовал в ноябре прошлого года, а нужно 550. Ну, да, это я вычислил по сумме, которую... Это много, мало, быстро деньги собирали? Это, я не знаю, много или мало, это нормально для меня, как я вижу. Но я на самом деле такой, не сказать, фаталист, а оптимистический фаталист. Да, что как должно быть, так и будет. Но я понимаю, что все должно быть хорошо, потому что, ну, все, что есть, все к лучшему, все от Бога, и так это и должно быть. Та сумма, которая назначена, она была необходима, чтобы Торгана Круча записала и выпустила альбом. В принципе, я использую ту же технологию в записи, что мы с ребятами, и поэтому понимаю, что вот это... Ну, как бы, да. Хотя индексации я еще не производил, посткризисной. Поэтому, возможно, нужно будет и больше. Но неважно. Примерно вот такая. Поэтому я ее так обозначил. Если будет меньше, ну, что же, значит, придется воспользоваться той ситуацией, которая будет. Если будет больше, прекрасно, это тоже хорошо. Но надо учесть, что еще вычитаются налоги, естественно, из финальной суммы, и все это тоже будет как-то преображаться в конечном итоге. Не важно. Для меня, на самом деле, это чистая правда. Важно то, что вообще этот сам проект... Я же, как вообще сомневающийся человек во всем. То есть я уверен, что это нужно мне. А нужно ли это кому-то еще, и насколько это нужно? Вот для меня это было очень важно проверить. И сам вот краудфандинговый проект, то, что он запустился, какие были отзывы, какая реакция. Для меня вот это важнее всего. Я понимаю, что да, есть смысл этим заниматься, еще какой. То есть такой показатель, что людям это нужно, интересно, важно, и они готовы даже на это скинуться деньгами. Да, конечно. А сами вы когда-нибудь принимали или принимаете участие в чужих проектах? Да. Ну, это же сейчас тренд такой, да? На что вы скидывались? Это была помощь детям с ограниченными возможностями. Это... Я не помню, несколько проектов, в которых я принял участие. Это проект моего знакомого приятеля по консерваторскому времени еще, который очень интересную музыку написал, совместив много-много стилей старинной музыки. И он исполняет это на виоле, на старинном инструменте. Что-то еще... А, проект молодой девушки, режиссера, который снимает фильм, а как раз о пути к исполнению мечты, к воплощению своих идей, путь к мечте, или что как-то примерно так называется. Ну, я посмотрел это вот через Фейсбук, я узнал Гая Арутюнян, девушка-вокалистка, лидер группы «Дети Пикассо». Она... Как-то я на ее пост наткнулся, и была ссылка на этот проект. Я так чуть-чуть прошел, мне очень понравилось все, что происходит там, как это подается. Вот я принял участие тут же. Ну, то есть, это все тоже может быть спонтанно, попадается информация, мне нравится, я понимаю, что нужно... Ну, то есть, для вас важно содержание проекта, что человек делает. Да, для меня важна атмосфера, посыл, эмоции. Хорошо, Макс, давайте поговорим еще о Кирове. Насколько я понимаю, бываете вы у нас наездами. Вот оцените, пожалуйста, как меняется город. И меняется ли вообще? Ой, вы знаете, сейчас у меня достаточно шоковое впечатление от Кирова, как он поменялся, относительно предыдущих зим, что я был, я не видел такого состояния дорог, пешеходных тротуаров. Это просто какой-то кошмар, ужас и, ну, безобразие. А вы перемещаетесь пешком? Ну, как-то я в этом городе имею, да, время и возможность чуть-чуть походить, погулять. Это не то, что, кстати, как... Может быть, и в других городах какая-то похожая ситуация, я не знаю, но хотя, в принципе, везде есть возможность чуть-чуть пройти, посмотреть. Но такого я не видел. Ну, невозможно реально сейчас ходить. Вот в каких-то районах просто сплошные бугры, лед, ступить некуда, очень сложно. Я вижу, какие проблемы у молодых-то людей передвигаться. Они балансируют, падают, там, матерятся, чертыхаются, встают, идут дальше. Но я вижу, что пожилые люди вообще не могут ходить. И, конечно, это бред, так нельзя. Надо что-то обязательно взять на заметку тем людям, которые влияют на ситуацию. Что-то еще бросилось вам в глаза? Пока бросилось только это. Все остальное плавно течет и обращает на себя внимание. А вы к нам прилетели или на поезде приехали? На поезде. На поезде. А вы заметили, в районе вокзала у нас покрасили четыре дымковских дома? Нет. Вот в районе вокзала я как раз не успел пройтись. Оттуда я уехал на такси, потому что было много вещей. На улице Комсомольской. Там даже не обязательно гулять, их видно из машины. Не видели? Я в другую сторону поехал. Хорошо, ладно. А если сравнивать Киров с другими городами? Я посмотрю обязательно. Теперь тем более, я обращу на это внимание, конечно. Ну, у нас на самом деле просто была достаточно широкая общественная дискуссия на тему этих раскрашенных дымковских домов. Ну, посмотрите, я думаю, что не последний приезд, потом оцените. Если Киров сравнивать с другими городами, хуже, лучше, ощущение какое-то внутреннее, атмосфера? Да для меня, конечно же, очень важнейший город, родной, самый родной. Можно сказать, я активно рекламирую Киров для всех людей. Что вы попросите характеризовать Киров? Что бы вы про нас сказали? Дело в том, что я в одной фразе характеризую его. Вот сейчас мы играем концерт, завтра, в Гауди, в 19 часов начало. Концерт называется «Битва трех столиц». Понимаете, да? Три столицы. Ну, я объясню для тех, кто вдруг не в курсе. «Битва трех столиц» — это, значит, люди, слушатели составляли плейлист. Слушатели из трех городов. Питер, Москва и Киров. Вятка — это для меня столица такая же, такой же важный город, как Питер, в котором я живу, ну и Москва — столица нашей Родины. А я знаю, что это, и верю в это, в то, что на месте Кирова, на месте Вятки находится столица параллельного мира. Я говорю об этом абсолютно серьезно, и много лет уже не устаю повторять, радоваться и гордиться. Здесь действительно другая атмосфера, совершенно не похожая ни на атмосферу в одном, ни в одном другом городе. Это очень, я ощущаю, да, здесь действительно энергетически заряженное место, и это очень круто. Ну, я думаю, что те, кто придет завтра на ваш концерт, смогут в этом убедиться. Я думаю, что да, мы должны это доказать, как минимум. Я напомню, что во второй части программы после рекламы мы разыграем два билета на завтрашний концерт группы «Торбо на круче». Макс задаст вам вопрос, вы на него правильно ответите, и, собственно, пойдете на концерт. А пока у нас еще есть время до рекламы, я вот о чем хотела у вас спросить. Ну вот, если, я думаю, многие очень заметили, что в последнее время такой случился некий, ну, раскол в среде артистов на фоне политики. Да, катализатором послужила Украина, там, многие артисты настроены патриотически, многие критикуют, там, политику власти и так далее, у кого-то отменяют концерты. Как вы считаете, должен ли артист озвучивать свои политические убеждения? Или пусть он только творит? Это зависит от того, насколько у него вообще сильна и важна гражданская позиция, насколько она конкретна, насколько он чувствует потребность ее высказывать. Независимо от того, артист он или нет, у артиста, естественно, больше возможностей для того, чтобы своей позицией поделиться. Ну, потому что многое есть, смотря какого плана артист, ну, то есть, да, музыкант, выходящий на большую площадку, соответственно, вот, микрофон говорит, и сразу же, там, тысяча людей может его услышать, и каким-то образом он может и повлиять, если эти люди его уважают, ценят его мнение и прислушиваются к нему, он может убедить в своих мыслей, в своей правоте. Ну, мне кажется, что у каждого человека, у каждого артиста есть своя гражданская позиция, да, что-то внутри. Разделяете вы или не разделяете. Да, но... Но кто-то об этом говорит, а кто-то нет. Ну, я считаю, что если ты не можешь молчать, ты должен говорить. Все очень просто. Это зависит от внутреннего, твоего внутреннего состояния, внутреннего цензора. И, конечно же, все тоже очень, ну, относительно в том плане, что ты должен понимать свою ответственность. Кто-то чувствует ответственность и понимает, что он не имеет права влиять. Может быть, кто-то и хотел бы сказать, но это будет в такой жесткой форме, что тоже какие-то, ну, неправильные последствия могут быть у этого. И мне кажется, что осторожность, конечно, и такт, и вежливость, а это обязательные все равно моменты, потому что очень, ну, высока ответственность. Вот, и нужно отвечать за свои слова обязательно в любом случае. И, ну, если ты не можешь молчать, если ты чувствуешь несправедливость и понимаешь, что ты можешь на это повлиять, конечно, нужно об этом говорить. Говорите ли вы? Время от времени, да. Несмотря на то, что мы, конечно, как нас называют, одна из самых романтических групп Петербурга и России, там какие-то, ну, не знаю, какие рамки у критиков и музыкальных журналистов. Но на какие-то вещи просто нельзя закрывать глаза. И, ну, во всяком случае, сумасшествие какое-то, которое было в момент, ну, начала военных действий на Украине, там, в момент Крыма, какие-то еще сейчас политические вещи, которые происходят, они просто, это же конкретное сумасшествие. То есть люди не понимают, что происходит конкретно. Может быть, я и сам до конца не разбираюсь, но можно посидеть в интернете и там, пока его не запретили. Да, и там посмотреть на разные мнения и составить свое уже. И анализ вот всего происходящего говорит о том, что с любой стороны происходит манипуляция средствами массовой информации, которые политически подчинены каким-то силам. И они, и с одной, и с другой стороны, нет стопроцентной уверенности, что это правдивая информация, это то, что нам выдают. И вот это важно понимать. Если люди принимают все за чистую монету, все, что говорят там по первым каналам радио и телевидения, они, конечно же, могут совершенно потерять адекватность, связь с реальностью и озлобиться. Ну, это может принять совершенно нечеловеческий форум, с чем я сталкивался, конечно. И важно понимать, что везде живут люди, которые не хотят войны прежде всего, а разжигают от этих людей, которым это выгодно, и которые на этом зарабатывают деньги, ну, власть, придержащие, естественно, они все имеют с этого какие-то выгоды личные. И вы об этом говорили с вашими слушателями на концертах? Да, это было. Призывал к разуму какому-то и к успокоению, и к миру и любви прежде всего. И к тому, что люди должны понимать, что войны не хочет на то. Я предлагаю на этом прерваться. Это интервью Макса Иванова, лидера группы Торбонакруча. Уважаемые слушатели, я напомню, что во второй части нашей программы вы можете нам звонить по телефону 211-101, задать свой вопрос Максу Иванову и выиграть два билета на концерт группы Торбонакруча, который состоится завтра в Гауди в 19.00. Сейчас мы уходим на рекламу и после этого ждем ваших звонков. Мы возвращаемся в эфир на 101.00, интервью лидера группы Торбонакруча Макса Иванова. У нас уже есть первый звонок от нашего слушателя. Добрый день! Здравствуйте! Есть ли у нас на линии слушатель? А, ну вот сорвался звоночек, но я думаю, ничего страшного. По номеру телефона 211-101 вы можете дозвониться и задать свой вопрос Максу Иванову. Ну а мы давайте перейдем, наверное, к вашему вопросу. Для розыгрыша двух билетов на концерт группы Торбонакруча. Да, отлично. Сейчас я озвучу. Друзья, так как Киров все-таки такой родной для Торбонакруча город и много людей, конкретно понимающих и знающих нашу историю, то вопрос будет не самый, может быть, простой, а именно, какие две песни из записанных на Миньоне группы Торбонакруча не вошли ни в один из полноценных изданных альбомов. Еще раз, две песни, которые записаны на Миньоне, это наш был маленький сингл, если кто не знает, вот, и две песни, записанные на Миньоне, не вошли ни в один из альбомов Торбонакруча. Ну, собственно, тех, кто знает, я призываю звонить по номеру 211-101 и попробовать выиграть наши пригласительные билеты. Звонков пока нет. Давайте про Лабутены поговорим, Макс. Про Лабутены, прекрасно. Да, про Лабутены. 40 миллионов просмотров, если я не ошибаюсь. Макс, у меня тоже. 40 миллионов просмотров на Ютубе, если я не ошибаюсь. Чем такая бешеная популярность объясняется, на ваш взгляд? Ну, есть такое понятие, как золотое сечение. Вот у этой песни золотое сечение яркий пример тому. Потому что, ну, во-первых, мне очень понравилось, как Шнур, естественно, он прекрасный выдумщик и умница, что там говорить. Он же сказал про попадание в женскую душу тем, что это давнишняя история, которая берет начало еще в черевичках Гоголя и там в хрустальной туфельке Золушки, что вот это та самая история, которая просто его воплощение вот обрела бы такое продолжение. Это история про русскую Золушку и этого времени, у которой... Нет Лабутенов! Нет, нет этого хрустального башмачка, который обеспечит ей сразу же жизнь чудесную, сказочную, с принцем и так далее. Ну, это действительно так. Я, конечно, думаю, что, ну, во-первых, и стиль, избранный Шнуровым, давным-давно уже придуманный, и сейчас он точно у него вообще филигранно. И, может быть, слегка упрощен даже, он уже не гонится за каким-то, ну, чем-то, чтобы удивить и поразить, что было в начале, так сказать, на заре творчества группы Ленинград. А это уже на таком каком-то... на таком изяществе у него всё получается, без всякой вычурности, без того, чтобы это было как-то специально, неестественно. Ну, у него, в принципе, изначально всё было естественно, а я говорю про мат, естественно. Ну да, вот как вы относитесь к ненормативной лексике? Вот кто-то говорит, что это нас опускает буквально ниже уровня плинтуса. Ну, я так не считаю. Я ещё раз говорю, что очень важно, в какой форме всё это подано и какая эмоция, что по-настоящему за этим стоит. Никакого оскорбления, там, какого-то зла и сатанизма в этом мате, в творчестве Серёжа Шнурова нет. И в помине. И поэтому всё это в таком очень позитивном ключе от него исходит. И это же продолжение какой-то, ну, действительно русской, я не знаю, культуры, там, скомарошества и чего-то ещё. Вот, я уверен более чем, что скомарошества тоже использовали ненормативную лексику 100%, иначе у них на рынках, где они там где-то на базарных площадях, где они выступали, их бы просто не поняли. А у Шнурова всё прекрасно. Ну и шикарный видеоклип, естественно, девчонка сыграла восхитительно, бесподобно. И тоже, я считаю, что 50% успеха популярности этой песни исходит от видео. Хорошо, Макс, спасибо. У нас есть звонок снова от нашего слушателя. Добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Антон. Антон, вы хотите вопрос задать или наоборот на вопрос ответить? Хотел бы ответить на вопрос, наверное. Давайте попробуем. Итак, Макс, повторите вопрос. Какие две песни из Миньона группы Торванокруча не вошли ни в один официальный альбом? И? Какие? Я всегда с тобой, возможно? Так. И? И? Ага. Ага. Ну подскажите. Ну там всего четыре песни на Миньоне. И вот, да, первую вы назвали правильно, а вторая, ну вдруг сейчас кто-то еще захочет дозвониться, он знает точно. Так. Что там, 57-я параллель? Да. По-моему, он назывался Миньон. Точно. Ага. Так. Ну, Антон, давайте второй вариант уже. Вторую композицию точнее, да? Не могу никак вспомнить. Ну, Антон, видимо, значит, не судьба. Давайте посмотрим, вдруг у нас будет еще звонок от слушателей. Спасибо вам большое, что вы до нас дозвонились. Есть ли у нас еще звонки? Так, пока нет звонков. Ну, если что, то телефон Антона же останется в редакции. Да, если что, то телефон Антона останется. Если никто не перевез, значит, он будет победителем. Есть еще вопрос с сайта, Макс. Максим, привет. Скажи, пожалуйста, когда снова начнутся те самые домашние квартирники? Вопрос от Сержа. Когда они начнутся? Они, в принципе, конечно, не прекращались. Время от времени я такие концерты провожу, но только в Петербурге. Потому что в других городах, куда я приезжаю, где организаторы занимаются концертами, в рамках квартиры не помещается то количество желающих послушать людей. Так что, ну, я не знаю, как, сразу же спрашивают, как попасть, много вопросов. Я не знаю, как попасть. Нужно просто вовремя отследить, когда это концерты, оказаться в Петербурге. Оказаться в нужное время, в нужном месте. Ну, может, не только в Питере, в Самаре я играл в квартирнике, где-то еще не так давно, я сейчас не очень помню. То есть иногда это бывает. Но чаще всего, конечно, это клубные концерты. Я понимаю вот заинтересованность в этом, потому что атмосфера на квартирнике, конечно, ни на что не похожа, когда все люди сидят там в одной комнате, общаются, и без всяких там даже бывает подзвучек. Ну, да, все вживую, под гитару поется. Это, конечно, здорово. Итак, у нас есть еще на сайте один вопрос и одна благодарность. У Атульги из Екатеринбурга. Так, есть у нас вопрос. Ну, хорошо, вернемся тогда к сайту чуть-чуть позже. У нас слушатель на линии. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. А, Денис? Денис, вы хотели бы ответить на вопрос и забрать два билета в Гауди? А, да. Очень хорошо, слушаем вас. Ну, первую песню уже позвали. Так, вторая? Вторая, мне кажется, на мосту не читается. Это неправильный ответ. Песня на мосту вошла в альбом, который называется «Так не бывает». Так, ну, видимо, тоже пока не разыгранными у нас остаются два билета в Гауди. Спасибо вам большое за звонок. Друзья, я призываю вас еще попытать свою удачу по телефону 211-101. Два билета дожидаются своего обладателя. Повторите, пожалуйста, вопрос, Макс. Две песни, которые записаны на Миньоне, 57-я параллель. На Миньоне всего четыре композиции, но две из них не вошли ни в один из альбомов группы Торвана Круч. Друзья, 211-101. Осталось пять минут нашего эфира. Звоните и забирайте эти два билета в Гауди. Итак, давайте продолжим про благодарности от Ольги из Екатеринбурга. Хотелось бы сказать спасибо Максиму за его творчество, за прекрасную музыку, за тексты, которые трогают сердце и за душевную атмосферу на концертах. Огромное спасибо, Максим, за те невероятные эмоции, что ты даришь. Спасибо взаимно большое. И вот правда это тоже взаимно, потому что я сам получаю очень важный и незабываемый заряд энергии на концертах. У нас еще есть, Макс, вопрос. Очень объемный с сайта, и я попрошу, наверное, ответить на него кратко. От человека, который представился как прохожий. Макс, в чем смысл жизни? Ну, я буду, наверное, банален, если нужно кратко отвечать. Смысл жизни в движении. В том, что происходит в течение этой жизни, и в том, с чем, с каким ответом на этот вопрос мы приходим к переходу из этой жизни в следующую воплощение. Макс, а любовь? Вот это самое главное, потому что именно на этот вопрос и нужно ответить в конце. На какой? Что такое любовь для тебя? Ну, раз уже вы сами задали этот вопрос, я попрошу вас на него и ответить. Опять же говорю, пока я понимаю, что это движение самое важное и самое бесконечное, и вопрос, в смысле ответ на этот вопрос, дай Бог, чтобы я понял, смог как-то сформулировать в тот момент, когда буду готов идти дальше после этой жизни. Спасибо. Спасибо. В любом случае, спасибо вам за ответ. Друзья, если есть еще люди, которые хотят завтра сходить на концерт группы Торбо на Круче, звоните, пожалуйста, по номеру телефона 211-101, отвечайте на вопрос от Макса Иванова и идите на концерт завтра в 19.30 в Гаузе. Спасибо. И еще один вопрос нашего сайта. Привет, Максим, сможешь в прямом эфире прочитать стих? Николай. Ну, теоретически смогу. Только не очень длинный. А, это надо прямо сейчас делать? Кто может полететь на воздушном шаре, как в незнайке? Все можем полететь. Да, значит, сейчас нужен стих не очень длинный. Ну, вот один из стишков, который я написал в юности. «Ничего писать не буду, лучше с вами спеть про Будду. Лучше с вами про Бхупадды, ничего писать не надо». Спасибо. Еще один вопрос тоже с сайта. Как чаще пишутся песни? Сначала музыка, а потом стихи? Или наоборот? И почему? Это совершенно по-разному происходит. В каждой песне отдельно взяты. Некоторые самые, конечно, важные песни получаются, когда они приходят сразу же. Буквально столько, сколько длится песня, столько я ее пишу. Ну, не пишу, а записываю. Приходят сразу же и слова, и музыка. Да, да. Так было с песней «Звезда», так было с песней «Псих», «Разговор с ангелом», «Показываю, снишься». Вот они разноплановые совершенно песни, но бывает такое состояние, когда я понимаю, что вот, чук, все, сейчас. Надо обязательно, чтобы рядом. Даже иногда гитара не бывает рядом, а просто я понимаю, как песня звучит, и записать слова успеть. А потом вот «Звезду» так я писал, когда только в консерваторию поступил, в общежитии был, жил один, смотрел на залив, написал песню, а потом спустя пару дней, у меня гитары не было, тогда с собой я его у соседей попросил, и тут же ее сыграл, подыграл, и уже все, она звучала целиком и полностью. Вот. Бывает, что мотив какой-то я пою, хожу долго, понимаю, что вот такая красивая мелодия меня не отпускает. Так было с песней несбыточной, например. То есть я ее там полгода, может, больше ходил, напевал, не знал еще, про что я это напевал. Просто мурлыкал мотив. Как знаете историю, Пол Маккартни написал «Естедэ», у меня уже слова там были какие-то, он напевал про яичницу, что я люблю тебя, моя яичница, т т т т т е яичница. Ну, у него как-то так было. А потом уже, вот, такой красивый монатический текст у него. Ну, у нас, собственно, заканчивается эфирное время, к сожалению. У нас есть на сайте вариант ответа на ваш вопрос. Давайте я зачитаю, если этот человек живет в Кирове, если он придет и заберет свои билеты, то мы их ему отдадим. Согласны? Ну, да. Итак, это «В движении» и «Солнце». «В движении» имеется в виду... Подвижение – это ремикс. Но солнце – это правильно. Кому мы отдадим билеты? То есть Антон, который звонил первый, он правильно назвал «всегда с тобой». Судьба вот представился человеком. Судьба знает про солнце. Ответ от судьбы. Кому мы отдадим билеты, Максим? Мы отдадим и тому человеку, и другому. Вот так. Отлично. Спасибо. Солнце не видно из щедрости. Я хочу попросить Антона тогда позвонить в нашу редакцию, потому что мне подсказывает редактор, что, к сожалению, не осталось его номер телефона. Антон, позвоните, пожалуйста, еще раз по номеру 211-101. Скажите, что это вы. Я думаю, мы найдем способ, как вас опознать, что это именно тот человек, который звонил нам в эфир. И второй человек с ником «судьба», который оставил ответ на сайте эхакиров.ру, позвоните, пожалуйста, тоже 211-101. Если вы можете, готовы прийти в редакцию и забрать билеты, то завтра. Все вместе мы пойдем на концерт Макса Иванова, группы Торбо Накруча, 19.00, Гауди Холл. Да, всех приглашаю. Это концерт, составленный по заявкам слушателей, то есть по вашим друзьям, просьбам, заявкам, выигравшие песню, то есть сплошь хиты. У вас прям такое общение происходит с вашими слушателями и поклонниками. Мне кажется, что это прекрасно. Да, мне тоже так кажется. Спасибо. Спасибо вам большое за эфир, лидер группы Торбо Накруча, Макс Иванов. Спасибо всем, всем удачи, счастья, здоровья. И до встречи завтра на концерте. Да, пока. Спасибо, всего доброго.